здравствуйте добро пожаловать на канал на галина чулли меня зовут елена я занимаюсь созданием украшения ручной работы сегодня давайте посмотрим вместе что пришло мне с алиэкспресса пришла мне различная фурнитура так знаете хочу показать вам сначала элементы из нержавеющей стали может быть искали так смотрите я заказала различные пины пины вот такие с петелькой на одном конце пины которые выглядят как гвоздик вот такие пины хорошие очень они такие гнутся они со сложностью хорошо держат и если даже от разгибать сгибать несколько раз они не облазит хорошие пины и это все я брала в одном магазине цена по моему была очень адекватная и нержавейки наш дороже идет чем обычно пинов каждых по 100 штук и взяла еще вот в серебре получается с этой вот круглым концом и тоже вот с петелькой тоже в серебре но как в серебре он идет цвета нержавеющей стали то есть он темнее чем серебро он больше похож по цвету на черненое вот это серебро старое вот пины хорошие цена была очень адекватно если нужно пройдите по ссылке посмотрите сами тоже так еще взяла я колечки взяла я посмотрите обычные вот такие тоже в серебре 8 миллиметров и их было здесь пакетики 200 штук тоже цена по вам была очень адекватная них и взяла вот такие вот 4 на 6 видите вам они выглядят как овальчики такие вот тоже удобно использовать очень их было всего 100 штук здесь пакетики такие тоже фурнитура хорошая и то есть она очень крепкая ее сложнее разогнуть вот колечки из нержавеющей стали и еще она меньше меньше облазит но там проблема наверно сами знаете что проблема с цветом то есть вот он идет цвете нержавеющей стали золотом вот золото вот такое яркое получается и я вот изредка изредка вижу в розовом золоте вот и когда вы выбираете вот эти вот колечки смотрите на толщину потому что они бывают идут одного и того же диаметра но в разной толщине и чем толще они тем они конечно крепче но при этом чем они толще тем бывает их сложнее куда-то продеть потому что если колечко 1 миллиметр не в каждую дырочку его уже проденешь не в каждую бусинку поэтому обращайте внимание не только на диаметр но еще и на толщину этих колечек так и взяла я вот такие вот кримпы они были по моему 5 миллиметров тоже в нержавейки золотые как я уже говорила с кримпами у меня проблем нет ни в одном цвете только в золоте они окисляются безбожно поэтому я взяла вот именно кримпы из нержавейки вот конечно же вся фурнитура нержавейки найдет дороже чем из обычного металла вот но зато не окисляется так теперь остальная а подождите еще парочка тут из нержавейки смотрите это швензы такие тоже в золоте и в цвет не нержавеющей стали в общем люблю я вот такие швензы сама обожаю они очень удобные они не вываливаются они маленькие незаметные почти к любой сережке подходит вот я вот лично сама больше всего для себя люблю вот такие швензы или простые крючки вот поэтому и они в общем то людям нравится вот такая такие вот простые удобные надежные и при этом они же еще из нержавейки то есть уши они не воспаляют в общем хорошенькие аккуратные швензы чеки сейчас покажу как они растягиваются вот так все очень просто ведь вставляется в ухо вот так вот мне очень нравится такой вариант когда нужно небольшая незаметная швенза при этом крепкая она вот единственный вот здесь момент а нет петелька сейчас давайте посмотрим петелька тут петелька открывается вот здесь вот хорошие швензы далее смотрите пришли мне проставочные бусинки очень симпатичные такие бочоночки получается такие хорошенькие аккуратные очень их там немного совсем было позиции вот но и симпатичные и пришли вот такие сейчас их через одну ставлю и вот такие вот двояко выпуклые как ронда ли они очень красивый и те и те сделаны аккуратно это черненое серебро но сделано очень они хорошо замечательные бусинки вот этих было 100 штук позиция вот эти что-то 20 что ли очень мало немного но я довольна и теми и теми такие вот хорошенькие бусинки видите вот эти вот бусины они все получаются резные сейчас покажу так но вот этого ничего не видно потому что вы ее когда вставляете на бы стать вот так то есть насмотрится вот как такая двояко выпуклая карамашечка они хороши далее смотрите пришли мне еще вот такие интересные элементы такие треугольнички капли и капли побольше размера там по-моему еще были квадраты если поискать можно найти и более замысловатые фигурки и кружочки так вот вот эти вот их удобно использовать для сборки каких-то элементов еще их удобно использовать как основу для того чтобы что-то на них наплетать собственно для этого я их брала они а пока я не заметила чтоб они окислялись наверняка и будут окисляться но по крайней мере медленно вот я взяла для как основу для плетения то есть можно каждый такой элемент оплеси и потом из них что-то собрать нравится они очень легонькие позиции их много в каждом по 20 штук и стоят они не дурак и они можно их найти в разных цветах у меня просто собираю в цвете вот этого золота золото кстати не яркая вот по сравнению вот с этим посмотрите если больше уже золото похоже на наше розовое золото наверно вот такие элементы замечательные так и теперь тут будет много соединительных элементов вот смотрите давайте начнем с этих смотрите что это а а это не днк какая прелесть не такие хорошенькие не тяжелые но при этом сделаны хорошо пусть они не гнутся так ничего ну и это я планировала использовать наверное бы это буду использовать как подвески или можно как соединительный элемент вот для тех кто занимается наукой биологии вот пожалуйста замечательный вариант таких вот но для тех кто не в курсе может быть просто как вот такая вот плетеная лента вот в общем прелесть хорошенькие дальше взяла я вот такие соединительные элементы смотрите это можно и как переходник использовать и для браслета но предстоит сюда подсоединяется браслет сюда крючочек и для сережек опять же сюда швензы сюда висюльки в общем куда угодно чудесные хорошо сделанные двухсторонние все классные прям прям очень хорошенькие классная фурнитура так теперь вот такие элементы эти у нас односторонние но вторая сторона тоже очень симпатичная просто гладкая смотрите тут уже этих выводов получается 13 четыре пять шесть семь восемь девять и семьдесят 13 то есть это можно или вот как цепочку сюда или опять же как-то для сережки использовать много-много веселек сюда ну или куда-то в вышивку если вот надо в общем так смотрите сюда внутрь что-то там нашить такой элемент красота тоже у них множество получается так на сережку можно сюда если швензы сюда что-то вот вниз спускать чем множество вариантов использования у таких элементов по качеству хорошие так еще соединительные элементы вот такие вот в бронзе смотрите они двухсторонние тоже получается на три вывода но немного более декоративные какие красивые какие красивые чудесные легонькие тоже хоть куда да хоть в бусы хоть в серьги классные так я довольна удачные очень элементы такие по размеру хорошие не очень крупные теперь вот эти вот эти смотрите какие они прям вот выпуклые односторонние очень красивые детально проработанные вот эти элементы посмотрите какие красивые это тоже можно и в сережку и в бусы вышивка очень красиво будет такие вот использовать что-то вокруг их было позиции пять штук и все вот эти вот элементы они очень недорогие были совсем недорогие то есть но качество отменное и еще парочка смотрите это уже такой крупный соединительный элемент и было две всего в позиции два но это уже я думаю понятно на колье но здесь смотрите немного есть косяк вот здесь вот петля и вот здесь нужно ее как-то будет немножко про попробуем да то есть этими плоскогубцами наверное решил он как-то вот эту дырочку выровнять надо будет а так он тоже такой немножко как резной вот эти вот среди можно сюда подвесить что угодно красивый красивый так и вот этот бронзовый этот бронзовый уже смотрите двухсторонний но на сережку наверно такой не повесила вот потому что он в ширину не пять сантиметров четыре с половиной большой вот но как элемент центральной для колье очень даже вот этот сделан хорошо никаких претензий нет тоже в позиции две штуки красивый и бронза здесь такая кстати видите она не очень темная есть бронза прям совсем совсем темно-коричневая это такая вот более ближе к золотому наверное бронза красивая тоже хорошие элементы ну вот такие у меня покупки были на сегодня надеюсь это видео было вам полезным большое спасибо за внимание увидимся с вами в следующем видео спасибо Продолжение следует...